Слушайте, ей кто-нибудь может закрыть рот? Или объяснить, что иногда лучше жевать? В ее случае практически всегда. Не успела страна отойти от ее первого о правильном пацане Захарченко и остальных правильных парнях? Так на тебе, новый шедевр мысли. Телеканал ЦИК. Во весь экран вещают наши доблестные сестрички. Солирует старшенькая. И такое несет, что впору врачей-психиатров вызывать или следователей генпрокуратуры. Оказывается, цитата, Украина, выбирая перспективу евроатлантической интеграции, обрекает себя на 20-летнюю войну с Россией и что российские ракеты полетят на Киев. Да уж, очень патриотично. И главное, по-государственному. А всего за пару дней до этого она и вовсе на несколько статей Криминального кодекса наговорила, развеяв все сомнения в отношении того, кто она есть на самом деле. Сами посудите. Только политическая аферистка, которую как бы освободили из лап коварного Путина, может нахваливать его самого и нещадно поливать грязью тех, кто ее собственно и освобождал. Только политическая аферистка может так унизительно отзываться о своей стране, благодаря которой осталась жива и на свободе, являясь при этом героем Украины. В Европе вообще уже в толк не возьмут, что это за явление такое и кто ее слепил, и из чего и зачем. Но эту героиню уже не остановить. Она думает, что вокруг вполне себе дебилы, которые продолжают ее считать светочем мысли и борцом с режимом. Вот и несет пургу. Изобличает, так сказать, врагов народа. Причем как по писаному, слово в слово, как на телеканале Россия. А еще только политическая аферистка может публично рассуждать о международной политике, ничего в ней не понимая. Без образования и знания. В смысле, без малейшего знания. И в отсутствии хоть каких-нибудь намеков на образование. Иногда создается впечатление, что весеннее обострение у нашей героини плавно перешло в летнюю горячку. И когда она говорит, она бредит. Словом, кандидатка в президентке, которая не любит жидов и москалей, вновь и не на шутку разошлась. А ведь просили же ее, умоляли, чтобы за книжки умные села, людей образованных послушала. Только молча. Вообще молча. Читать и слушать. Слушать и читать. Помните, как профессор Преображенский говорил Шарикову? Ну вот это же классика жанра. Так нет, в экран лезет, просвещает людей оттуда. Но это еще не все. Думаю, что ей стоило бы определиться со своим сценическим образом. А то неувязочка получается. То ее, как куклу намалюют и на каблуки поставят, то в камуфляж застегнут и суровое выражение лица заставят сделать. А поскольку ничего разумного она все равно сказать не может, то получается дешевый театр. Вот и деревенщиной попахивает. А тут еще ее сестричка Вера возбудилась. Это вообще без тормозов. Даже не понимает, насколько глупо выглядит. Небось, спикерша себя уже возомнила не меньше. И тоже все время пытается делать серьезное выражение лица. В общем, судя по всему, Савченко уже карма Украины. А потому ждем с очередным перлом от наших бравых сестричек. Хотя пока не поздно, лучше бы им кто-то объяснил, где на самом деле их место. И чем на самом деле им лучше заниматься. Пользы больше, а стыда меньше. Потому как действительно стыдно, что безграмотную, хамовитую и гонористую летчицу сначала возвели в ранг национального героя, а теперь не знают, что с этим делать. А ведь она обычная политическая аферистка и пиерическая дура, господа.